Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Алло, ты что, наглох? Когда мутантов делать будем? Ты видишь, где-то тут людей? Вон двое. Иди за людьми, за гражданскими. Покинь территорию. Покинь территорию раз, покинь территорию два. Ай, за что? Ты чё? Работай с ними, вот тебе. Тебе нон-рп фриз. Иди нахуй, он нон-рп фриз. Я тебе по нон-рп ебаник набью. Пиздец. Неподчинение. Ой, бля, представляет, чё тебя ждёт. Да, и что ж меня ждёт, интересно. Эх, какой хороший день. Чё, когда людей будем набирать? У тебя вон есть один чел. Чё ты на меня оружие направляешь? В смысле? Блядь, я его просто держу и всё. Господи, надо мне на тебя оружие типа направлять. Серьёзно? Ну, мало ли ты сейчас огонь откроешь. Зачем? Мало ли ты. Шизанутый какой-нибудь, не знаю. А можно как-то, ну, поадекватнее со мной говорить? Чё я сделал тебе такого? Ничего ты мне не сделал, просто оружие не надо направлять. Ну, всё, я поставил на предохранитель, доволен? Угу, очень. Ну, шахтёр, вы зачем тут? Слышишь, свалил отсюда по-хорошему. Был тут уже один. Ну, это уже прямое оскорбление. Ты давай, работай тоже, давай. Ты чё, крыса? Месить амбрелло на Darker Pay, потом находить из этого нарушителей, конечно, круто. Но куда лучше, я думаю, купить какую-нибудь игру в Стиме. Ты, наверное, подумал, что Стим сейчас пополнять достаточно проблемно, но у меня есть решение. С помощью Купикода ты можешь очень быстро, дёшево, а главное, безопасно пополнить свой Стим-аккаунт. Ну, или же взять игру напрямую гифтом, даже если она недоступна в РФ. У Купикода нету с этим проблем. Скидки и цены всегда актуальны, и они дублируют Стимовские, поэтому ты ни за что не переплачиваешь. А пополнить счёт выгоднее ты можешь с моим промокодом из описания. Он уменьшает комиссию при пополнении на 2%. Если у тебя казахстанский аккаунт, то ты также можешь без проблем пополнить его в Тинге. Для пополнения от тебя требуется только логин твоего Стима и всего-то, потому и пополнение будет безопасным. Стоит отметить то, что это не просто Стим-пополнялка, а это игровая экосистема, в которой проводится огромное количество розыгрышей, причём очень сочных. Пополнить счёт в мобильных играх, или же приобрести какую-нибудь подписку. Дискорд Нитро, геймпас на Иксбокс, или же пополнить счёт себе в PS Store. Всё это ты сможешь сделать с помощью Купикода, поэтому переходи по ссылке в описании и бери оттуда мой промокод. Что ты делаешь уже второй раз, сука, твою мать, ебать. Здорово, а что случилось? Ну, блин, тебя жал, по причине фрикки, 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 фрикки. Фрикки вроде был. А, ну ещё наоборот. Его! Так, ладно, расскажите мне ситуацию, что у вас произошло? Я в АБИ профессию имею. Я притворился амбреллой-шпионом и пришёл на базу амбреллы, узнавать у амбрелла-учёного, когда будем делать мутантов. Потому что мне нужны были материалы, хотя бы какие-либо, для того, чтобы кого-то причастных к амбрелле арестовать. За преступления против человечества, за незаконные опыты над людьми. Вот, и я узнаю, что нужно набрать людей. Сюда вот пришёл на базу амбреллы почему-то и зачем-то он со своим другом. Ему было сказано с оружием в руках покинуть несколько раз территорию, на что он ответил, грубо говоря, игнором. Я после этого его ударил тазером за неподчинение и заковал в наручники. И сказал своему вот этому учёному с амбреллы, говорю, вот тогда бери его с ним работаю, незаконно проник к нам на территорию. На меня кинул самый же, ну, в скобочках сотрудник. И начал со мной стреляться, он отлетел. В этот момент прилетаешь ты, забираешь его на жалобу. Вот, ну и что касается его, на нём всё как бы закончилось. А вот этот дурачок на учёном, он второй раз то же самое сделал. В смысле тоже, я-то что сделал не так? Смотри, я тебе расскажу одно то, что... Смотри, я тебе расскажу то, что шахтёр, он может находиться на базе амбреллы. Если он не делает ничего противоправного в сторону амбреллы, то он спокойно может на ней находиться. Вы не можете за амбреллы не трогать, не убивать. Не, я понимаю, но я не могу разве попросить его покинуть территорию амбреллы. Он бегает по клетке для немезиса, которая для этого не предназначена. Если он ничего не делает, то ты можешь попросить, да, но желательно без угрозы оружием, потому что это уже будет не просьба, а приказ. Да, а что мне мешает это сделать? Если он не слушается с первого раза, ну, так же, ну, я тебе точно не расскажу, но это считается правом на НРП, потому что, типа, вы как амбрелла, шахтёры вообще нейтральные, они находятся возле базы, они права знают, они знают, что вы делают, они всё время, ну, всё время рядом, они никому ничего не могут рассказать, потому что они могут даже в город выйти. Но, смотри, если он ничего не делает, то ты можешь его, в принципе, попросить выйти, но не с оружием. Если он тебе не слушается, то, да, ты достаёшь оружие и приказываешь ему выйти. А плюс ещё нюансик такой, пока он стоял в наручниках, на меня же кинул самой шпион амбреловский, ой, не шпион, а учёный, и он мне там стоит, пока у меня вот эта РПшка, перестрелка с учёным, он мне там рассказывает, что у меня там НРП-тайзер какой-то, ну, в общем, диалог в НРП переводит. Ну, это будет НРП-тайзер. А, да? Нет, это будет НРП-тайзер. Да, ну и ФРРП ещё, потому что я ему показываю уже оружием, тыкаю, говорю, уходи отсюда, просто покинь территорию и всё. Сложно было, видимо, просто кнопку нажать влево, да, и уйти, либо назад за забор. Сложно очень, не нажимаются у людей кнопки на клавиатуре. Это лучше, да, вы ему это говорите? Я ему сказал просто покинуть территорию вот нашего комплекса, так скажем. Человек не слушал, человек игнорил это. Начал спорить со мной. Со мной зачем спорить? Я просто сказал выйти, значит, ты должен это сделать. Я при этом держу оружие. То, что у нас с тобой нейтралитет, это не значит, то, что я не могу к тебе в какой-то момент начать враждебно относиться и надеть на тебя наручники за неподчинение. Нейтралитет-то для того и создан. Слушай, ну давай по чесноку без демки. Вот ты скажи, разве я, ну, неправильно рассказал что-то? Я разве сказал то, чего ты не делал? Не, ну то, что я достал оружие, это да, конечно, было дело. Вот, то есть там чё, попросил его убить. То есть, потому что там у него была проблема с этим. Да не, это вообще пофигу. Это вообще пофигу, правда. Я про то, что ты на приказы с оружием мои не отреагировал никак. И то, что ты на НРП-инфу говорил. Блин, сорян, я, конечно, я просто не понял, что ты сказал и про это, наверное, просто так было. Да, да, не понял. Я даже сейчас вот даже не очень так понимаю. Чё жалобу подавал, чтобы жидкого дать ему? А вот Алупа, вы какие-нибудь нарушения к нему ещё имеете претензий? У меня как-то и не было особо претензий, я просто ситуацию пересказал, на которой он пожаловался. Всё хорошо, там будет. Так, какой-нибудь из вас будет жалоба на учёного тогда? Да, вот можешь тэпать его сразу. Его верни, мне как бы он неудобства особо не доставил, понимаешь? Ну хорошо, смотри, а лучше, тогда смотри, нарушений я у Алупа не увидел. Опа, управляющий. Добрый день, коллега. А где они? А где все, я не пойму, куда все подевались? Заходите, пожалуйста. здорово позиции легально проходим это шпион возьми вот этого охранника желтого за мной так а вас и попрошу пройти в повещение конечно извиняюсь но почему на меня направлено это приказы выполняем быстро за мной сюда пройдите наше все стерильно сейчас мы вам сделаем прививку зовите пожалуйста этого охранника там в клетку в клетку хорошо сейчас на можем просто разом двоих про это прогнать по-быстрому да и все через процедуру тогда заходить сюда заходить сюда угроза жизни незаконно опыта над человеком ребят вы свободны пока посидите здесь посидите здесь здесь посидите здесь посидите от греха подальше вы сейчас все у меня сядете за незаконные опыты над человеком к стене лицу за проведение опытов над людьми проведение опытов над людьми вы причастны к этому вот этих людей в этой в комнате виде виде в комнате людей сюда сука по на залетают сюда и фб и в маскировке боли уже ребят выходим в клетку быстро давай в клетку их введем в клетку введем препарат есть у тебя с собой нету препарат есть у тебя с собой нет лицом к стене встал быстро по какой причине да давай сейчас пару секунд ты нас арестовал так что нас выпустили умные люди ты покаешься за свои грехи я только рад давай а когда при каких обстоятельствах те арестовал да я все амрелу поставил раком я помню ну так и мы говорили об этом с учеными а ты как бы управляющий этим всем удивительно что ты якобы не знал а лопан ты тут да я здесь претензия то какая я арестовал по поводу того что они проводят незаконные опыты над человеком над людьми в принципе преступление над человеком они превращают их вот в то чем я являюсь в данный момент и делают это ну не совсем мы знаешь но законным образом вот на моем примере они у меня поставили сам к стене заковали насильно применили какой-то препарат и чем это не преступление договоренность с мэром у вас было насчет этого нет насчет людей заражать я спрашиваю часу тогда бы это было бы в законах нет в законах нельзя писать насчет амбрелы ничего это тогда будут уже у мэра нарушения но на ну так так здравствуйте смотри вопрос а вот у нас был до этого человека управляющего тип у них был была договоренность с амбрелой нет до этого дата этого управляющего предыдущий да да у нас было вот все лупо тогда у тебя mass free арест подожди а это же новый управляющий было договоренность это новый управляющий я не договоренность тем вот так я понимаю то что с тем была договоренность а с этим тогда чего не надо договариваться этот стал управляющим это целый управляющим две минуты назад так а я об этом откуда узнаю в тапе что смотреть список людей что он мне даст профессию если есть управляющий то тогда как бы спрашиваю у мэра есть договоренность с ним или нет все окей все хорошо но у него то нет договоренности с новым управляющим понимаешь ты же сейчас сам об этом сказал но у него нет у старого была тебя тебя что-то делали при точнее ты всех арестовал еще при старом управляющем в смысле при старом управляющем давай посмотрим по времени давай давай глянем полицейские логи я арестовал сначала в свете свете xx свете xx но 07 32 02 время потом появился кто управляющий новый да управляющий плюс от 3 минут назад то есть в тридцать там 6 минут сейчас я чек просто имя его ищу управляющие 734 вот всем 32 я начал арестовывать людей получается на управляющего когда не стало это тоже тоже хороший вопрос поскольку этого не пишет да потому что если управляющего нету соответственно и договариваться не с кем мэру окей тогда степнем сейчас до того кто был предыдущим упором дизель всем 22 дизель всем всем 22 он перестал быть управляющим всем 22 да то есть 10 минут люди были без управляющего и делали все самовольно не ну типа смотри самоуправство значит договариваться об этом ни с кем не нужно а когда ты стал на две минуты как вот этим управляющим это значит нужно учесть я тебе на пальцах объясню это база амбрелла здесь проводят опыты над людьми не всегда законные в тот момент когда я арестовал договариваться было не с кем и договора не было о легальности этих опытов когда я пришел туда люди привели буквально ну под стволами двух гражданских которые не особо хотели в этом участвовать я как гос хоть в маскировке амбреллы на это отреагировал людей наверное похитили я их освободил наказал того кто хочет их насильно превратить в помешто и под руку попадают буквально все кто находится в зоне досягаемости моей ну и в рамках правил фир рп потому что потом появился джаггернаут которого я арестовывать не смог я не могу ему приказать он меня может не слушать мне надо было придумать за время оставшиеся для моей маскировки способ как его на и чтобы ну подвести его под то чтобы использовать тазер легально и арестовать за что-то я джаггера не трогал даже а ты ты управляющий базой в которой проводят опыты нет на в таком случае закрываю ваши жалобы мне пора бомбить банк лав возвращайте сюда да здорово тэпой здорово у меня вопросик по поводу профессии гринча с кем он может сотрудничать с кем может сотрудничать челик на профессии гринч хорошо сейчас я узнаю еще пару вопросиков задам другим еще админом ребят вопросик касаемо подожди 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 секунду а теперь смотри еще есть момент что ты можешь свд дракунов взять она стоит там тысячу восемьсот с копейками это хорошее очень такое оружие у меня вопрос по правилам сервера возможно учила нарушение они консультацию доната сука проводят да и твою мать а ну сука здорово по подскажи по правилам не из ты знаешь свите привет ты занят да не очень как-то вот ждем хэк панта хорошо слышу вопросик такой где я вот вас когда поарестовывал всех вас же из тюрьмы выпустил гринч правильно да все верно и он вам типа помогает получается добраться обратно до амбрэлла базы да но он просто с нами шел там он просто выпустил с нами шел до амбрэлла а дальше что он еще делал дальше я ему дал десять тысяч за то что он нас пас они пятьдесят тысяч ну вот то есть сотрудничество благодарность я не знаю просто я его просто отблагодарил но он вас вызволил каким образом типа выкупил или что я не знаю мы просто сидели втроём в камере и тут дверь открывается и мы видим гринча он типа показал нам убегайте отсюда вот так вот ну и мы побежали хорошо сейчас спасибо слушай а ты за гринча почему с амбрэллой сотрудничаешь объясни пожалуйста в каком месте но ты их берешь из тюрьмы выпускаешь сопровождаешь до этого до базы как я объясни мне как я их мог выпустить из тюрьмы а как они выбрались тогда из тюрьмы я просто дверь открыл просто дверь открыла она же заперта нет она не была заперта просто открыл дверь но я нажал в любом случае ты поспособствовал освобождению я захожу в тюрьму смотрю типы типы стоят тогда одну почему ты это сделал для чего ты людей выпустил стиль они там и не были запреты в смысле не были заперты люди в тюрьме сидят срок ты приходишь открываешь дверь открыта а хорошо я понял не на замке она была но ты берешь открываешь и люди оттуда выходят то есть ты провоцируешь побег и помогаешь им грубо говоря сбежать зачем вопрос я дверь на ключ не забирал дверь была открыта значит не может делать кто кто хочет что хочет нет нету такого в правилах уточнение ты находишься в государственном учреждении в тюрьме полицейском участке если дверь какая-то будет открыта не знаю к начальнику полиции ты в жизни будешь заходить вот спокойно и стоят там смотреть дверь не закрыта рядом нигде не написано что это тюремный блок я говорю это тюремный блок ты приходишь туда открываешь двери с какой целью правило тебе мешают это сделать но норп например нелогичное поведение ты мне объясни конкретно конкретную причину тогда назови почему ты решил открыть в тюремные двери я тебе еще раз скажу она уже была я имею ввиду не на замок не замок вот это открыть разлочить лог пиком а просто начать трогать двери заключенных в которых они сидят причины не было значит это сделал просто так хорошо один-один вместе с ними стоял наблюдал как меня обращают в этого в ней мизиса или как его называют ты с амбрелой работаешь что они меня не устранили нет что они меня не устранили то что ты вместе с ними бегаешь и убираешь их постройки и тебе ничего за это не говорят только потому что ты их выпустил из тюрьмы убирать их постройки вообще любые постройки я могу у меня на это профессия хорошо но тем не менее ты их вытащил из тюрьмы и это объясняет почему они к тебе нормально относятся и тебе ничего не говорят за удаление постройки за нахождение там во время превращения человека да это прямое сотрудничество вот и все часа форму сделаю нормально идем идем выясняем чё там да как любимая моя амбрелла нам же врать такой не выдают предохранитель поставить мне просто интересно и плюс р по нему опа и чё делаем куда построить здесь ну давайте давайте ребята у нас пока послевоенная ситуация все 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 джагерта тоже сейчас все станут сделала тоже у нас построение в общем у нас как бы такое послевоенное время мы будем развиваться самое главное будем копить зомби потом наша будет задача завести зомби в город и когда будет война вестись мы просто зомби сама из города они начнут штурмовать пока мы поправой ну мечтать не можем советую сейчас развивать наших зомби и развиваться в плане этого развиваемся ружья если что у себя в кабинете так точно все свободны шпионы можете пойти за людьми пожалуйста да без проблем хорошо спасибо пароль какой от фд на всякий шпионы не идем пока у нас сейчас пока военное положение не закончится пока может быть такие знаете как бы пароль каких урод что там за стрельба такая тренируются управляющий нам нужны собаки на базе зачем ты меня связал бля бля стрелять я не могу я только не могу заговор против мэра подготовка какой заговор ребят ребят полиция пришла быстрее сюда куда где полиция где полиция вот здесь вот здесь за воротами была вон там вон смотри смотри в бедный район в бедный район уходит бедный район я за ними окей окей без управляющего ничего не сделают щас мы пойдем перевоспитывать его ха 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 ну что ты как поуправлял амбреллой здравствуйте ну что как заговор против мэра удался какой заговор мы даже еще не начали я просто сделал подготовку бойцов во время послевоенного положения да 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 все не отрицаешь же все равно алло а как вы сами смогли на базе нашей во первых вести такую вы же сами были при троих людей в том числе меня вооруженных начали алло мэр здравствуйте это один из сотрудников эбэй помолчите пожалуйста сейчас с мэром созвонился против вас готовился заговор управляющим амбреллы сейчас он сидит в тюрьме подскажите пожалуйста как с этим разобраться расстрелы я с прикольно видел хорошо все сейчас будет исполнено повернись в угол головой повернись в угол я тебе сказал я тебя убью тысячи давай реши готово пиздец блядь все я свободен зашел отлично все нет управляющего все ребят мэр мэр вопрос такой вопрос мэр к вам да чё за вопросы господи дайте я отдохну с управляющим амбреллой договоренность есть какая-нибудь нет да нет я ему приказал что он шмот у боя сидит что либо делает или его люди отстрел всех и вся в городе хорошо даете разрешение чтобы я пробрался и провел операцию нет никаких операций с ней ну просто переодеться в одного из них понаблюдать что там будет но если будет что-то похожее на заговор как было в прошлый раз принять меры делай на свое усмотрение хорошо мэр с ним не договаривал делай на свое усмотрение делай что хочешь смотри смотри где документы на купление земли к стене я встал вышел я? да ты почему? за что блять? ты был не дома во время комендантского часа только сейчас сюда зашел так я вышел и обратно зашел я не увидел к стене раз блять окей на полсекунды вышел все не дома в каче что ты делаешь? закрой дверь закрой дверь закрой дверь нам страшно подожди 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 кто это расставил? какой кто он это сделал? ребят ребят смотри отойди отойди короче ребят зайдите вот за эту дверь смотрите вот за эту дверь зайдите туда к стенке друг за другом друг на друга запрыгните что это типа разминка такая в детском саду заткнись давай запрыгнули друг на друга ага все сидим сидим просто и все больше ничего не делаем отойди кто внизу все целы? отлично опять дабл урон вар крест давай начнем еще вот с чего ты в тюрьме ты в тюрьме ставил получается мины или нет? а по какой причине? в ГОСах тебя тогда не было видно ага хорошо тогда это 1.1 уже первая есть вот дальше ты получается НРП ган нарушал ты на прокуристе ставишь мины прокурист какие классы оружия? первый класс для самообороны дальше правила профессии твоей НРП ган алло меня слышно? вот НРП ган у тебя 1.1 уже подтвержденный и второй раз получается ты почему берешь закидываешь мину где-то на улице вопросик такой мы его сейчас перебили тоже без причины получается 1.1 x2 и НРП ган в общем варкрест смотрите у вас три нарушения 1.1 x2 и 1.36 или какое-то да 1.36 за это сейчас я посмотрю по форме получается дамаг игрока тоже был не 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 как по какой-либо причине да адекватной дамаг был по какой-то объективной причине ну хорошо значит вот эти 1.4 еще прибавляется и того получается а подожди а почему 1.1 у тебя не x2 тогда два раза же ты ситуацию эту спровоцировал два раза ты использовал мину без причины неадекватное использование оружия и два раза это оружие не попадало под класс твоего оружия допущенного получается по два нарушения нонерп и нонерп гану вот так да была бы это моя жб было бы да вполне нормально так я не пойму о чем ты говоришь ничья я заметил нарушение и решил разобраться ты рецидив не можешь выдавать я правильно понимаю ой хорошо тогда выдай себе рецидив сейчас в смысле 1.4 нету а тебя был дамаг я помню только 1.38 у него 1 вот 1.4 но хорошо это логи почистились но дамаг был я говорю логи почистились но дамаг был я помню его да ну в смысле откуда мог знать я тебя что из воздуха придумываю так в общем сейчас я тебе пропишу меня слышно говорю да тебя слышно теперь прекрасно супер смотри был бы ты ээээ это но у тебя короче тоже два нарушения каких интересно мне саморазбор жб плюс что не знаю насчет халатности не халатность нет в чем саморазбор мне интересно ээээ саморазбор заключается в том что ты вот степнул меня давай научи меня то есть был бы у тебя четвертый уровень а я бы в тень у тебя сейчас как то ты у нас и ты меня позвал на свою жб которую ты уме короче пять нарушений причем ты умеешь сам то есть никто на меня жб не подавал это да 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 я нашел у тебя нарушение и хочу чтоб ты выдал себе за них наказание у тебя выходит рецидив форма вот в чате ба на сте е не давай поучи меня правилам еще пожалуйста я тебе форму скинул пропиши ее в чате и все без точки ура победа сам себя откинул какой разговорчивый однако пипец а вот у каких-то донатных чудиков был захват территории один из них включал какие-то треки из эдитов захват территории на этом серваке отдельная песня знаете как он проходит собираются два клана в каждом из которых есть по два-три идиота которые купили себе супер донатные светы типа пальца бога да звучит бредово но это так и захват проходит следующим образом они просто выходят этим пальцем бога выносят абсолютно всю ораву и на этом захват заканчивается потом одна из проигравших сторон начинает ныть о том то что ну блин это же не честно а потом они смотрят в правила и понимают то что один из челиков купил себе исключение из правил которое вообще запрещает использовать такие светы на захватах в общем никакого баланса здесь абсолютно нету админы на жалобах консультируют игроков по покупке доната какой ствол лучше купить а другие чели кино от бесконечно о том что захваты нечестные на что он надеется если он это говно включает что проиграет такое просто не должно произойти я должен победить не важно против кого я играю не важно что случится победитель имеет все он думает он в эти деньги я не погрешил о чем он думает интересно позвонят сосу если не занят могу на улице могу в спальне это же самое бесполезное что есть на сервере теперь понимаете ну вот эти захваты флага выиграете вы или нет понимаете ребят на этом серваке зависит от того если у вас в команде челик который купил себе правила и кучу разной донатной хуйни не от скилла собранности тима какой-нибудь да зависит а от того если у вас какой-нибудь дурачок в команде короче они любят использовать на захватах оружие которое даже не лагируется никак объясню что это такое то что дамаг есть там с п90 какого-нибудь условно он отражается в логах и убийство с него в логах отражается а вот эти пальцы богов и прочее говно некоторое оно не отражается в логах то есть даже отследить нельзя кто это использует но я уже понял кто это гов... кто делал с пальцем а вот здесь три болвана пыталась привлечь внимание полиции просто стреляя у себя дома и нарушая тем самым два правила первое но нрп у них идет за неадекватное использование оружия то что они стреляли дома у себя да и второе то что они так пытались привлечь внимание полиции провокация без какой-либо особой цели ситуация максимально классическая для моих роликов когда можно получить 10 минут просто отсидеть спокойно идти играть дальше с удовольствием а решают повыдеться и получить куда больше срок что вы делали? не стреляй! могу не стреляй! сэр успокойся! успокойте свою заднюю это у вас стрельба в доме происходит или у кого? а? стрельба у вас дома происходит или у кого? что такое? ничего-ничего он мне перейти не отдаёт так вы сказали прекратить стрелять у вас дома стрельба почему? ой! мы такого не говорили откройте дверь пожалуйста что такое? вы только что говорили чтобы человек прекратил стрельбу откройте черевого такого не было не вылите нам как же тут полезны были читы чтобы сразу без админок знать кто стреляет но придется делать так спек и смотрим кто из них стреляет с дбшки постоянно ааааха ха 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 вангу thrust wash county эн嘬, смс, слушай может ты и маяхт ул спокоительная проверка она вангу вангу unless also крикер ты где здорово я сейчас форму дам за неадекватное использование оружия какой друг стрелял скажи давай сюда отойдем ну как можно отказываться от того чтобы сам нарушитель спалил тебе еще одного нарушителя своего друга они оба получили бан конечно никак привет так получается я тебе выдаю сейчас бан за нрп зала папа поигрывая фрагменты поддержка противоположителя хочу задать не мешай пожалуйста ровно артисты не мешает немножко уроки не мешает ребензии тут есть об этом смотреть то есть позвонки не мешает что это почему то в первое предупреждение смерть ноготиче nuke тарах не treatments я слушаю Да, куратор, старш, прочно, 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 он саморазбор. И ведь понимаете, несколько раз было сказано нормально, по-хорошему, но просто не мешаясь у тебя есть вопросы, то после того, как с ними разберёмся, может подойти их задать или же вызвать какого-то админа. Но вместо этого, что мы слышим? Сейчас даже попробую спародировать. Эээ, он саморазбор. По-настоящему тупорылое животное, которое даже не может услышать, что ему говорят, и тем более он не может нормально сформулировать предложение. Делают. Ты нормальный? Нет, я попросил тебя не мешать, уйди отсюда, ты русского языка не понимаешь. Ну а зачем ты сама... Я просто вопрос задаю, почему ты саморазбор делаешь? Хорошо, помеха жалобе. Засчитана. Квикер, я тебе сейчас дам форму, пропиши себе за неадекватное использование оружия. Замолчи. Я захожу Эндифа, я захожу сюда Эндифа, замолчи, ты можешь не мешать, я не могу из-за тебя человеку объяснить, за что он получит наказание. В чем проблема твоя? Я спрашиваю, он... он ничего не стрял, он сам ничего не стрял, ты не понимаешь ничего? Ты со мной был? Ты ФБРом был? Ты ФБРом был? Я вопрос задаю. Ну допустим, я был ФБРом, еще дальше. Окей, я за уши... Ну а почему ты сам себя разбираешь за аргу? Объясни пожалуйста. Какую свою жалобу? Я услышал, что чел стреляет, потом я зашел в админгу и смотрел, что челы до сих пор стреляют. Вот смотри... Уйди отсюда, тебе сказано русским языком, не мешать, сколько можно уже тебе повторять, уйди просто отсюда. Я зову Эндифа, я зову Эндифа. Вот, пропиши вот эту форму. Форму эту пропиши, пожалуйста. И все. Пропиши вот эту вот форму, квикер, и все. Там 10 минут за НРП отсидишь и особо не будет никаких проблем. Будет у тебя нарушение пункта правила саморазбора. Ты неадекватный какой-то, я не пойму, с тобой нормально все? Тебе русским языком сказали, уйти не мешать, сколько можно уже? Ты даже не слушаешь, что тебе говорят, просто уйди отсюда, уйди отсюда. Я не понимаю, что ты говоришь, ты бубнишь мне поперек. Ты понимаешь русский язык? Нет, ты бубнишь поперек мне. Я тебе объясняю, давай... Я тебя не хочу слушать в данный момент, уйди отсюда. Ты русский язык, понимаешь, скажи, или ты не русский? Бля, реально больной какой, это правда. Ну, сказано, просто уйди, не мешай, пока с человеком разбирались. Уйди отсюда, тебя попросили по-русски просто не мешать. В чем проблема твоя, ты объясни. Погоди, тихо. Что, погоди, тихо, я с человеком разбираюсь, ты сюда приходишь, орешь свой с модом. Я с куратором старшим разбираюсь. Погоди, пожалуйста, смотри. Он невменяемый какой-то, слышишь, Гачида? Окей, давай. Он невменяемый какой-то, правда. Зови на горку. Он саморазбор делает. Квикер, выдай себе 10 минут за неадекватное использование оружия, пожалуйста. Уйди отсюда, я не слышу из-за тебя, что мне говорят люди другие. Ты понимаешь? Нет, сколько тебя просить можно уже? Ты сколько будешь еще мешать мне разбираться? Смотри, сколько тебя? Кто проводит тише? Я провожу жалобу. Я что-то посмотри, тише. Кто из вас проводит жалобу? Я провожу, я. Что-то подошло. Короче. Я бегал на профе ФБИ. Какое-то время я слышу, что люди стреляют просто так. Я с этим ничего как бы соло не сделаю. Я не понимаю просто смысл того, зачем люди стреляют. Я уже все ради своего интереса зашел, получается, в профу админа, понаблюдал, увидел, что стреляет квикер, попросил его тэпнуться. И он стрелял тогда, уже когда я был админом. Я тэпнул, попросил его тэпнуться, я ему дал форму. Говорю, зачем ты стреляешь, это неадекватное использование оружия и всего-то. Он мне сейчас рассказывает, что он не стрелял из оружия, что выходит как обман. Получается, он также сказал то, что стрелял просто так его друг, другой, который уже в бане за неадекватное использование оружия. Да. Короче, я понял. Секунду, такое было? Тише, 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 такое было? Тебе сказали себя забанить. Ну, он забанит на один день. Ответь, да или нет? Да, неадекватно. Он тебе выдавал формулу, чтобы ты себя забанил? Вот оно. На стеем нижнее подчеркивание. Ты выдал себе наказание по итогу? Нет, не выдал. Я тебя спрашиваю. Я просто. Не просто. Ты выдал себе наказание или нет? Ну, да, нет. Почему? Понятно. Получается, сейчас, секунду. У тебя АДМ-1.12. Админобус. Это первое. Плюс ко всему, АДМ-1.13, так как ты не выдал себе наказание по второму разделу, получается, правила администрации. Хотя обязан это сделать. Вот. Это первое. В чем проблема себе было выдать АДМ-1, и если ты с этим не связываешься, просто подать жарбу на форум? Ты этим же просто взял, задержал жалобу, превратил ее в полную демагогию. Где тебе ясно сказали, ясно выяснили, ясно дали форму бана. Тебе просто взять ее было и подписать. Это ведь не сложно, ведь так? Думаю, нет. Заткнулся сразу. Давайте сделаем как. Вот ты, получается, администратор, вот, смотри. Есть два выбора. Я ему выдаю АДМ-ки, либо он выдает себе наказание в полном размере. И мы его прощаем по АДМ-ке. Он мне до твоего прихода говорил, что он не стрелял. Он также обман нарушил. А тут он уже сознался при тебе. Конечно, вы давай. Ну, понятно. Все, АДМ-ки хорошо. У меня есть демка. Так, есть демка, подожжала банафору. В чем здесь проблема? Он не стрелял. Да, не стрелял, хорошо. Давай, выгораживай дальше друга своего. Давай так, погоди, погоди, погоди. Я не буду тебя слушать, ты невменяемый. Ты невменяемый, я не буду тебя слушать даже. А, был банафор, тихо. У меня теперь претензия к этому еще, к ежику, получается. Тихо. Ребят, я сейчас выдам обоим бан за переградение. Вы меня бесите. Так вот, мы разбираем жалобу по РП ситуации. Именно. Он себе сейчас за них выдаст бан. В связи с тем, что он при мне взял и нарушил АДМ-ки, я ему еще выдам за АДМ. А уже конкретно жалобу на данного администратора, именно разбирая жалобу, я не имею права, так как они разбираются на форуме. Ну, а вот смотри, по сути, он был ФУБРом. А, ФУБРом. Ты меня слышишь? Я знаю, я слышу, я подам на него за руку, потому что он саморазбор делает. Ну, а смотри, давай я тебе слава. Так, подожди, что у него выходит? Адман, 1-1, АДМ-112, АДМ-112, АДМ-2. Да, да. И так сделал, и... Ну, хотел просто сказать, чтобы он десятку себе выдал. С учетом того, что он даже меня обмануть пытался. Но я просто видел, что он нарушил. Я не могу сказать, просто потому что он свой с модом этим громким измененным на постоянке держит включенный микрофон, и я тупо не слышу даже, что он говорит нормально. И он говорит поперек. Я его прошу уйти. У меня не получилось, и мы выдадим второй пред, он снят по итогу, у него нет ранга больше. Отлично, минус админка. Все. Ну, вот, хел, стой, у меня есть 1.44? У тебя есть 1.38, вы сидите и перебиваете на человека, кто разбирает жалобу, а приоритете он на него. Еще, тебя звали на жалобу? Ну, я просто... Нет, я другую помочь ему хотел поговорить, почему он саморазбор. Я знаю, я знаю, вот помеха у меня есть, все. Давай так, просто, я вопросы хочу у него спросить. Ты когда, во сколько стал админом? Вот, когда ты ФБРом был? 1.23 АДМ. Кто ты? Скажи мне, пожалуйста. Я спрашиваю просто. Но он не обязан, в принципе, отвечать даже. Я услышал, как стреляет первый сначала человек, а после этого я стал админом. Я зашел в спектейт и увидел, как стреляет еще квикер, и все. У тебя АДМ нарушение, понимаешь? Ты вмешался в разборку другого администратора, без разрешения. У тебя АДМ выходит. Сколько минут? Там не минуты. А сколько? 4 часа плюс пред. 16 часов. А что изменилось, я не пойму? Вот, ну, у меня вопросик такой. А что изменилось? Вот ты пришел, орал здесь сидел, меня перебивал, а потом пришел Хелл, я не знаю, это наборка, наверное, да? Почему ты сразу замолчал по-быстрому, и еще адекватно начал себя вести? Ты русский язык выучил? Господи, вы че? Ладно, кажется, решается. Смотри, погоди, пожалуйста, давай так, договоримся. Я буду в бане, но давай извини, извинимся. Мне не за что извиняться. Ну, я буду извиняться. В общем, можно тогда ему тоже выдать, у меня просто, я не могу, он выше ранга. Он овнер, кажется, какой-то. Полторы тысячи часов наиграть, и вот просто не знать, что мешать не культурно, как минимум. Не то, чтобы даже по правилам нельзя так делать. Но это, конечно, да, это трэш. Трэш, ничего не скажешь. Зато вы все тут бегаете, как NPC орете. Саморазбор, саморазбор. Ну, реально невменяемые какие-то люди, правда. Спасибо. Так бы я не знаю, что я делал бы с ним. Его не утащить, ничего не замутить, не могу ни хрена. В таких ситуациях просто он говорит, чтобы он не вмешивался, если не понимает, зависит аршивый, все. Да, вот понимаешь, я говорю ему просто не перебивать, послушать меня уйти на какое-то время, а потом поговорим с ним. Он просто вот так вот держит микрофон, кнопку не отжимает, орет, орет, что-то про саморазбор, он, ну, невменяемый, какой-то человек болеет. Я говорю, ты больной, может быть? Я говорю, ты понимаешь русский язык? Ну, я же говорю, таких просто можно динамить, и все. То есть... Три идиота больных каких-то, ей-богу, что за, ну, вот, сборник дебилов. Ты ему говоришь просто, перестань, хватит так делать, не делай этого, уйди. Он сидит... Я не понимаю даже, что он говорит, потому что какого хера ты занимаешь микрофонное время на моей жалобе, к которой ты не относишься? Какую-то несет, я даже не вдупляю, что он говорит. Ну, а пока вы в экстазе от того, что несколько донат-админов улетело в бан за одну жалобу, пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо Сане, Санчо, Никите Ехимчуку, Хорни Девилу, Илье и Тритиону, а также остальным ребятам у вас на экране. Субтитры сделал DimaTorzok